Всем огромный привет! Сегодня будем шить с вами рубашку. Рубашку из хлопка в принт карты. Вот такой у меня отрез ткани. Откуда эта ткань и вообще ее историю появления у меня смотрите в предыдущем видео. Но кратко. Эту ткань я привезла из Лондона и хотела сделать картину. Слава Богу, мне хватило мозгов картину не делать, чтобы там не завешивать хламом стены и вообще не стирать с нее пыль, потому что это делать не люблю. А сшить изделие, которое с удовольствием буду носить и радовать себя и окружающих. Итак, что у меня за ткань? Ткань не тянется, но довольно плотная. Она не тянется ни так, ни так. В принципе, кстати, и особо не мнется. В общем, впервые встречаю такую ткань. И честно сказать, что-то вот она мне напоминает, но пока на тот момент я еще не поняла, что. Ну, гугл мне в помощь. Я у него спросила, где такая ткань, откуда и можно ли ее купить. И смотрите, что я нашла. Да вот буквально первая по запросу оказывается, это ткань. И, по-моему, точно такая же, ну, по крайней мере, принт точно такой же. Это штора. Ну, я, конечно, не буду первая, кто шил из шторы. Вспомним всеми нами любимую Скарлетта Хара. Ну, и ладно, и бог с ним. Буду ходить в шторе. О том, что эта штора, никто не знает, кроме меня и вас. А вы никому не скажете. Я вам верю. Итак, проверяю состав. Если там синтетика, как заявил украинский сайт по продаже тканей. Смотрю и проверив и нить основы, и нить поперечную, я не заметила там каких-то полистаровых синтетических волокон. Скорее всего, это хлопок с вискозой. Я предполагаю, но утверждать не могу. Так как ткани у меня довольно мало, я начала искать у себя в запасниках ткань компаньон. Ну, и вот у меня два хлопка, их буквально там, ну, кусочки осталось. И, по-моему, вот та, что слева, подходит больше. Потому что вот эту, которую я сейчас открываю, она, ну, что ли, теплее по тону. А это, кстати, ну, просто идеально. Как будто вот належала и ждала меня. Тут буквально вот два кусочка, ну, совсем небольших, в общем. Мне предстоит очень такая большая задача из этого всего сложить пазл. То есть пазл должен быть готовым изделием, которое как будто так и задумано. Ткань я декотировала для себя обычным способом. Я ее намочила в горячей воде, а потом отжала в стиральной машине. И у ткани есть линии, полосы. Я буду ориентироваться по той полосе, которая идет вдоль долевой. Ее как бы не покосило, потому что та полоса, которая идет поперек, она как-то вот стала, короче, ее перекосило. В общем, ткани стало у меня еще меньше. По-моему, у меня сантиметров там, я уже не вижу, сантиметров 80. И вот мне из этого нужно сшить рубашку, и желательно еще с рукавом ниже локтя. Выкройка у меня все та же, из которой я сшила пальто свое стеганое, из которой я сшила зеленое платье. И вот из этой же выкройки я буду сшить свою рубашку. Мне нравится там та свобода, которая там есть. В общем, ничего мне от не буду. Значит, я сначала думала, как обычно, сложить ткань вдвое, лицом к лицу, и так выкроить детали. Но, как оказалось, когда я начинала складывать таким образом ткань, я не уверена была, во-первых, в стыковке рисунка, потому что мне нужно по переду было, чтобы рисунок стыковался, чтобы линии горизонтальные имели хоть какую-то более-менее стыковку, направление. В общем, максимально выжать стыковку рисунка. Поэтому, покрутив это все, наверное, часа пола, то и час, я поняла, что мне нужно выкраивать левую, правую стороны отдельно, ориентируясь по линии талии, чтобы у меня хоть как-то там с рисунком сложилось, а спинка у меня, получается, в серединке. Она у меня будет со сгибом без шва. Также я провела моделирование своих лекарств. Точнее, я сделала кокетку. Кстати, по-моему, эта кокетка и есть классический вариант рубашки, когда она начинается на полочке, у нее нет плечевого шва, и заканчивается где-то в районе лопаток. Вот такую кокетку мне и пришлось сделать. Знаете, почему? Да потому, что мне не хватало ткани на рукава, из вот этой вот якобы не состоявшейся кокетки, у меня получится частично рукава из ткани, которая идет в принт. Выкраиваю я свои полочки. Край у меня будет там, где планка, это будет и кромка. И я люблю в своих изделиях использовать кромку, не срезать ее, если она красивая. Вот здесь, с одной стороны, кромка там с какими-то надписями, рисунками, я не знаю, что-то еще. В общем, мне это нравится. Пусть даже это внутри, но ее видно. Вот моя спиночка готовая. И осталось посмотреть, что же у меня там хватит на мои рукава. Вот буквально там маленький кусочек, посмотрите. Ну вот как-то вот здесь я выкрою на рукав, а второй рукав, наверное, придется как-то доточать. Итак, что у меня есть? У меня есть спинка, у меня есть кокетка, и у меня есть мои полочки. Начинаю сборку рубашки, соединение кокетки с полочками и с спинкой. Вообще, кокетка по классике, насколько я знаю, она должна быть двойной, но это не мой случай, у меня будет одинарная. Поэтому я просто стачиваю эти детали и обрабатываю на верлоке швы, а также отстрачиваю. На хлопке от строчка смотрится очень даже ничего. Дальше я собираюсь обрабатывать планки по полочке под пуговки и петли. Здесь я просто продублировала вдоль планки и подверну, приутюжу и прострочу. Не более чем. Вот посмотрите, кстати, какой красивый здесь край. Но красивой кромке я радовалась не очень долго, потому что, когда я приклеила дублерин к планкам, я обнаружила, что у меня кривой край, а потом увидела, что у меня, оказывается, села ткань. В общем, каким-то непонятным образом. Я взяла утюжком паром эту ткань, проработала совсем легко, и от пара мой этот хлопок в принт-карту стал садиться. Талия у меня подпрыгнула. В общем, моя заготовка рубашки стала на 5 см короче. Я решила уже, конечно же, ничего не менять. Я решила дальше шить. Единственное, что я сделала, я оторвала этот дублерин, еще раз все пропарила с утюгом, и снова приклеила новый дублерин на мои планки, потому что их реально покосило. Дальше стала подготавливать все к тому, чтобы построить свой рубашечный воротник. Да, я планировала рубашечный воротник. Где-то там выкроить и стойку, где-то там выкроить и воротник. И в помощь мне еще были совсем немножко отрезав дополнительную мою ткань и компаньона. В общем, складываю все лицо к лицу, по сгибу по спинке, швы все соединяю и замеряю длину своей горловины. При этом нужно обязательно сначала ее осноровить, чтобы все было ровно и красиво, ничего, никакие нитки не торчали, и потом уже промерять. В прошлом году я уже показывала, как я шью свой рубашечный воротник. Это видео вы можете найти, ссылку на него в инфобоксе. У меня на канале есть, я шила уже платье и рубашку. Но можно здесь еще раз так по-быстрому это вспомнить. Первая нижняя линия, это линия притачивания стойки к воротнику. От сгиба до линии середины переда 21 см. Высота стойки у меня 2,5 см. Также параллельно вырисовываю верхнюю линию стойки. И далее вырисовываю этот маленький прямоугольничек. Он равен от середины линии переда до края планки. В моем случае это 1,5 см. Далее вычерчиваю линию воротника, которая будет соединяться с линией стойки. Они должны быть идентичны, вот эти внутренние линии. И вырисовываю свой воротничок, который равен у меня 5 см в высоту. Но можно воротник нарисовать какой угодно. Это как вашей душе захочется. Расстояние между внутренними вот этими дугами у меня 3,8 см. И вот здесь слева это сгиб деталей. Итак, я вырезаю свои лекала. И прикладываю воротничок к моей готовой горловине, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. Мне кажется, слишком близко будут уголочки, поэтому я решила уголочки воротника еще немножко срезать и сделать вот там вот ближе к краю прямой угол. Мне кажется, так будет лучше. Прежде чем выкраивать детали воротника, я сначала проклеиваю ткань дублерином, а потом уже прикладываю в данном случае стойку и выкраиваю. Знаешь, какие у меня детали получаются? Верхний воротник у меня будет с принтом карта, нижний воротник будет чистый со швом. Ну, что поделаешь, пришлось выкрасть так. И стойка у меня также. Одна будет чистая, другая будет с принтом. И вот тут я выбираю, куда же мне эту стойку поставить, где лучше она будет смотреться. Либо внутри, либо снаружи с принтом. Ну, все-таки я решаю принт поставить на лицевую стойку. Вот в таком виде. А внутри будет у меня из дополнительного моей ткани, ткани компаньона. Итак, собираю я детали воротника. Там, где уголочки, делаю совершенно маленький, мелкий такой шаг. И начинаю, вот мне нужно разутюжить сначала припуск и потом его срезать. Один припуск я срезаю, ну, миллиметра три от края. Другой припуск срезаю, где-то миллиметров пять оставляю. Также срезаю уголочки, ну, не прям там под ноль, чтобы они не повысыпались. Ниточками захватываю уголочки с изнанки, выворачиваю их наружу. Ниточками подтягиваю уголочки, хорошо они выворачиваются. И в дальнейшем мне эти ниточки будут помогать в отстрочке самого воротника, чтобы было легче его отстрочить именно уголочки. Прежде чем, кстати, отстрачивать, нужно обязательно выметать воротник. Я не выметываю никакого переканта, не делаю. Вот так просто беру и прометала, и отстрочила, и проутюжила. Далее мне нужно убрать лишнее с нижнего воротника. Вот так вот складываю, немножечко делаю напуски. Там у меня миллиметра три, видите, получается, от нижнего воротника. Скалываю, прострачиваю и срезаю вот эту вот лишнюю ткань. Потом воротник будет сам по себе заворачиваться, как нам нужно. Этот этап для меня всегда такой довольно, как бы, сложный. Нужно точно определить, что куда, к чему прикладывать. Итак, я беру лицевую стойку, та стойка, которая будет видна именно с лица, и заутюживаю у нее тот припуск, который будет притачиваться к горловине. Потом кладу ее наизнанку лицом к себе, и к себе же заутюженным припуском. Дальше беру воротник, накладываю на стойку так, чтобы верхний воротник, тот, который будет видно с лица, был ко мне, повернут к моему лицу. И скалываю по середине переда. Далее беру стойку, которая внутренняя стойка, накладываю сверху на воротник, и скалываю вот этот вот сэндвич, который получается вдоль всей линии притачивания. То есть притачиваю на каждом уголочке, кстати, обратите, у стойки уголочки срезаны, делаю обязательно закрепочки. Почему у меня уголочки срезаны? Ну, так мой преподаватель нам показывала, и вот так я и научилась. Но их можно и по кругу срезать, их можно вообще не срезать, и в рубашке стойка будет вот с таким уголочком. Но мне кажется, что уголочки, которые все-таки закругленные, или вот так вот срезаны, они все-таки смотрятся лучше. Итак, делаю строчку. После того, как я строчку сделала, обязательно должны быть на стойке в этих уголочках закрепки. Еще раз повторяю. Вот тот припуск, который был заутюжен, на лицевой стройке, на лицевой стойке, он также заутюженный и пристрачивается. Что мне осталось делать? Мне осталось делать, разутюжить, попробовать разутюжить эти припуски, для того, чтобы они потом лучше выметались, и нужно обязательно посрезать их. Тут также я срезаю их лесенкой, чуть меньше один, чуть шире, чуть тоньше. А тот припуск, который был заутюжен, застрочен, я его не трогаю. Потом мне будет удобно его вывернуть неотрезанным. Вот здесь в уголочке. Видите, я так раз сворачиваю, не до конца дорезаю. В прошлом воротнике, в рубашке фиолетовой, которую я сшила, я там припуски срезала все ровно, не заморачивалась вот так. Но так как у меня довольно плотная ткань, и когда я ее продублировала, получилось еще плотнее, то я решила все-таки поиграться с припусками, срезать их все-таки моей любимой лесенкой. Ну вот, а теперь смотрите, нужно вывернуть и посмотреть, что получается. Чудесно, стойка вот выворачивается. Замечательно. Теперь что нужно сделать? Нужно взять и выметать стойку, внутреннюю стойку, чтобы потом ее отстрочить. В данном случае выметывать, желательно косыми стежками, и желательно выметывать. И тогда строчка ляжет очень хорошо, и все будет очень красиво. После того, как я выметала, я беру свою рубашку, кладу ее на лицо, изнанкой к себе, накладываю воротник, внутренней стойкой на рубашку. Этот момент я все время проверяю. Я прикладываю, могу приколоть, потом все вывернуть и посмотреть, как это будет. Ну вот смотрите, в принципе, так, как я и планировала. Поэтому, когда я уже проверила, что все нормально, я начинаю всю эту красоту скалывать. Начинаю с середины, спинки прикалываю. И если вы все правильно измерили изначально, то стойки у вас, длина стойки, линия притачивания стойки к горловине, у вас полностью все хорошо совпадет. Прикалывать нужно достаточно меленько, а потом приметать, чтобы рубашка, когда она разворачивается, горловина, она начинает пускать вот эти вот морщинки, складочки, чтобы эти складочки не попали в строчку, когда вы будете притачивать горловину и стойку. После того, как я соединила горловину и стойку, начинается магия. Для меня это такой вот приятный момент. Я беру свою пришитую стойку и вот эти вот припуски заправляю под стойку и накрываю тем отутюженным припуском лицевой стойки линию притачивания, линию притачивания внутренней стойки и горловины. Ну, я думаю, что тут очень много слов на самом деле. Я тут пытаюсь сейчас высечь, потому что мне очень толстно, но высекать нужно очень аккуратно. Я думаю, что сделав первый воротник, вы поймете каковы принципы работы с таким рубашечным, казалось бы, сначала страшным, но потом ты понимаешь, что он очень простой воротником. Еще раз говорю, здесь нужно очень аккуратно высекать, потому что потом может быть такое, что сложно будет завернуть этот припуск внутрь. Также я решаю высечь припуск стойки, который вот у меня с дублерином, чтобы толщина опять же была меньше. После того, как с припуском я разобралась, осталось дело за малым. Опять же, вкладываю припуск под заутюженные мою стойку. Вот так все аккуратненько прячу и выметываю. Выметывать нужно косыми стежками, очень меленько, чтобы все было ровно, и потом я просто пущу по стойке строчку в круговую. Кстати, на этом этапе было бы очень полезно поучиться работать иглой и наперстком, но вот никак не могу себя приучить, потому что на самом деле тут он бы как раз не помешал, но мне не получается им пользоваться. А ткани это толстые. Ну что ж, вот он мой выметанный воротничок, еще не отстроченный, еще раз проверяю, что у меня стыковка, получается, что все хорошо. И теперь делаю строчку по лицевому воротнику, по внешнему лицевому воротнику, просто вот вкруговую. Также начинаю я вот здесь вот, вот в этой точечке и там же завершаю, то есть не с краю, так просто будет удобнее. Ну что ж, растрочила я, смотрите, осталось вытянуть мою наметку и приутюжить воротничок в то положение слегка, совсем чуть-чуть утюжком, как он должен быть. Ну на самом деле он потом в процессе примерок, примерки, он сам ляжет так, как он задуман изначально. Ну что ж, работа с воротником завершилась, осталось совсем немножко, это закончить рукава, соединить боковые швы, завершить низ, обработать, подогнуть, выметать петельки и пришить пуговки. Вершина рукава у меня будет из моей ткани компаньона, а вот низ рукава я решила сделать из остатков карты. В общем, вот такая красота получилась, все, я пришиваю как обычно на машине, обрабатываю все срезы оверлоком и делаю еще сверху отстрочку. Вот он мой, один рукавчик, видно, да, там, дотачены кусочками, но ничего страшного, я не думаю, что это будет как-то бросаться там сильно в глаза, а второй рукав у меня в принципе получился более цельный. Итак, продолжаю собирать рубашку, следующий этап, это мне нужно закрыть уголочки внизу на планке. Низ рубашки я обработала на оверлоке, где-то сантиметр просто подвернула, дальше вот так вот подворачиваю планочку, очень аккуратно приметываю, закрываю и отстрачиваю. То есть мне нужно отстрочить, продолжить строчку по планке и завершить низ. Эту операцию, я думаю, можно уже делать, когда вы закрыли боковые швы и у вас осталось только закрыть низ изделия. Рукава я тоже, кстати, вот так обработала на оверлоке, подвернула сантиметр и отстрочила. Дальше начинается самый приятный момент, это выбор пуговок. У меня разные, видите, пуговки есть в наличии и вот те, что ближе ко мне, более такие коричневые, они такие немножко потертые, матовые, они схожи по цвету частично с картой, вообще я принимаю решение их взять и вот как раз их у меня было ровно шесть штук, они как ждали, когда я буду шить эту рубашку. В общем, принимаю решение, что, наверное, это будут они. Тут намечаю я, как они будут у меня распределяться, 10 сантиметров расстояния между ними, вспоминаю и не забываю, что в рубашках петли выметываются, верхняя идет горизонтально, все остальные идут вертикально. Петли я выметывала вручную, я знаю, что, возможно, стоит поучиться на машине это делать, но как-то меня это не напрягает и даже больше радует, и я получаю от этой ручной работы большое удовольствие. Ну что ж, рубашка моя готова, теперь можно рассмотреть ее ближе, более детально. Могу сказать, что, возможно, воротник стоило бы сделать более изящным, что ли, использовать менее плотный дублерин, но меня все устраивает, поверьте мне. Четыре года назад я даже не могла себе представить, что я смогу такое себе сшить. А на этом все, я с вами прощаюсь и встретимся в моих новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok